Когда московский ресторатор Оливье Люсьен придумывал свой знаменитый салат с фирменной секретной заправкой, он и не думал, что его детище произведет такой фурор. Ведь в оригинальный Оливье входили совсем не пролетарские ингредиенты. Рябчики, дикие кабаны, паёсная икра. В советские годы деликатесы заменили на доступную колбасу и мясо. Тогда-то салат и стал хитом. Но во все времена неизменным оставался авторский соус – майонез. А стандартный набор ингредиентов зафиксирован в кулинарных справочниках. Готовить новогодний мастхэв по науке нас научат профессионалы из техникума индустрии питания. В их учебных книгах рецепт следующий. Мясо отварное, картофель отварной, морковь отварная. Это будут маринованные или соленые огурцы, это репчатый лук. Это у нас будет яйцо отварное. Не забываем про зеленый горошек и, конечно, майонез. Мясо допустимо заменить на колбасу, курицу или морепродукты. Главное – не жадничать. Кстати, можно даже смело смешивать вкусы. Салат от этого только выиграет. Например, в одном из наших вариантов кулинары умело совместили креветки, куриное мясо и даже мексиканский соус. Это уже в стиле фьюжн. Это когда происходит смешение нескольких кухонь. Соус Глатемоле, он состоит из авокадо, томатов мелко нарезанных. Все это пробивается в блендере с добавлением болгарского перца разных цветов, чесночка, оливкового масла. А начинается все по стандарту. Отварные морковь и картофель нарезаются кубиком. У мастеров все идеально. Кусочки не больше полусантиметра. Отсюда и эстетика блюда. Туда же отправляем отварное яйцо. Маринованный огурец в этом варианте соседствует со свежим. Это перебьет кислинку. С луком не перебарщиваем. У нас в порции половина небольшой головки. В компанию к репчатому отправляется зеленый лук. Ну и обещанный дуэт курицы с креветками. Добавляем горошек и, конечно, домашний майонез. Сделать его несложно самому. Нужно смешать подсолнечное оливковое масло с желтками и специями. А мы приступаем к подаче. Она креативная. На подушку из гуатемоли выкладываем слоями самодельные чипсы и наш салат. Кстати, чтобы удивить гостей, достаточно обжарить в масле тонко нарезанный картофель прямо в кожуре. Немного фантазии и оливье в стиле фьюжн готов. Следующий вариант готовим также, соблюдая необходимый набор ингредиентов. Но вот основным здесь будет уже ветчина. Все нарезаем, добавляем майонез и смешиваем. Вся изюминка в подаче. На современный лад мы использовали при оформлении слайс из огурца и перепелиное яйцо. Ну и еще один способ отойти от стандарта – уложить все ингредиенты слоями. Нарезаем все мелким кубиком и укладываем в форму. Каждый слой по рецептуре нужно смазать майонезом. Если хотите удивить гостей, подайте оливье не в тазу, а в изысканном формате. Нетленный соус майонез тоже советую приготовить самостоятельно. Хоть его истинный рецепт оливье Люсьен миру так и не раскрыл, домашний вариант наверняка получится вкуснее, чем промышленный. Екатерина Шадрина, Алексей Безделов. Тюменское время.